Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей, и сегодня я и Сергей Анатольевич Сибиряков мы проведем для вас вводный технико-экономический вебинар. Далее за данным вебинаром последует буквально в этой же комнате расширенный технико-экономический вебинар на очень интересную тему, футуристичную тему, но для нас она не футуристичная, и об этом вы поймете уже непосредственно расширенном технико-экономическом вебинаре. Это аэрокосмическая промышленность, это история развития космоса и наложение, естественно, на проект Skyway. Все это сделано умышленно, так скажем, из-за того, что вчера был День космонавтики, весь мир праздновал День космонавтики. Россия в первую очередь, президент Путин также поздравлял заслуженных героев России, космонавтов. Ну а, собственно, мы решили не оставаться в стороне с Сергеем Анатольевичем и также сделать такой специфический вебинар достаточно, но, естественно, с корреляцией и с наложением на наш проект Skyway. То есть мы поговорим об ОСТЮ, уже об орбитальной струнной транспортной системе ЮНИЦКО, геостационарной транспортной системе. Ну а на вводном вебинаре мы поговорим уже по более таких приближенных, ближайшей реальности вещах, это о проекте Skyway. И, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на опросник, какой раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре. Для нас это действительно важно, потому что мы отслеживаем статистику, сколько людей приходит на вводный технико-экономический вебинар, сколько людей далее, соответственно, переходит по статистике, примерный процент перехода 90-95%. Соответственно, исходя из этого, я могу вам посоветовать, действительно такой добрый совет дать, что если кто-то не умеет, у кого-то нет времени доносить информацию о проекте, вкратце о технологии, вкратце об возможностях инвестирования, о перспективах, почему это несет огромную ценность для всего человечества в целом и для отдельно взятого человека, то приглашайте на вводные технико-экономические вебинары, которые с удовольствием Сергей Анатольевич Сибиряков и я проведем. И постараемся оставить минимум безответных, таких, скажем, размышлений ваших. И дать информацию кратко, четко, доступно и максимально просто. В комнате присутствует у нас 50, 109 человек проголосовало, 52. Пожалуйста, новички, кто не умеет вдруг голосовать, поставьте один или ноль, если вы не проголосовали еще в опроснике. Либо проголосуйте, пожалуйста, чтобы нам дали на это не отвлекаться. Ну а, собственно, сегодня мы поговорим, дорогие друзья, коллеги, дамы и господа, о проекте SkyWay, о струнной технологии Анатолия Эдуардовича Веницкого. И в конце вебинара вы будете иметь четкое понимание, почему мы называем действительно это достаточно серьезной возможностью инвестирования на сегодняшний день. И почему более 99% населения Земли следует хотя бы знать, хотя бы быть в курсе о проекте SkyWay. Это, так скажем, мое высказывание. И я его изменил, на самом деле, полтора года назад. Через полгода участия в проекте я думал, что 60-70% населения Земли это будет интересно, это будет необходимо. Но так как данным транспортом будут пользоваться абсолютно все, и так как это новый технологический уклад, то я могу сказать, что действительно в большей части населения Земли понадобится знание о проекте SkyWay и в лучшем случае, естественно, участие в проекте SkyWay. Потому что это новый технологический уклад по теории длинных циклов, которые были введены Николаем Кондратьевым в начале 20 века. А далее эту теорию развил уже Сергей Юрьевич Глазев, академик Российской академии наук, советник президента Владимира Владимировича Путина по вопросам евразийской интеграции. И, соответственно, были выделены несколько циклов. То есть это технологические уклады, которые характеризуются какой-либо основной технологией, на которой базируются все технологии того или иного технологического уклада. Если говорить про четвертый технологический уклад, то это, естественно, двигатель внутреннего сгорания. И, соответственно, от этого появился, так скажем, в привычном для нас обиходе доллар, нефтедоллар, я бы назвал. Началась эпоха нефти. И, соответственно, возникла также ипотека, банковские отношения, биржа. То есть все произошло как раз таки с изобретения двигателя внутреннего сгорания. Ну и, естественно, Генри Форд ознаменовал именно создание народного автомобиля и в очень серьезном соотношении завоевал рынок, потому что он первым создал не роскошный автомобиль, а именно народный автомобиль, который доступен был действительно почти каждому жителю на тот момент Америки. В декабре 1969 года произошла первая пакетная передача данных с протоколом и, соответственно, с этого момента мы можем считать, что начал свое развитие пятый технологический уклад, который базируется на свойстве кремния и поэтому называют кремниевые технологии. Поэтому возникла кремниевая силиконовая долина в США и оттуда, соответственно, возникли многие гигантские корпорации с достаточно весомой капитализацией. Если все это сложить, то это приближается к триллиону, так скажем, и привнесло значительный вклад в формирование нового ВВП мировой экономики, то есть всех стран мира. И, соответственно, по логике развития каждый технологический уклад, то есть крайнее изобретение существующего технологического уклада, вот, пожалуйста, смартфон, то, чем мы на сегодняшний день пользуемся повсеместно, каждый день используем и старый млад, и дети в данный момент уже обращаются с планшетами, со смартфонами значительно более искусно, чем их родители, и я могу сказать, что каждый технологический уклад, он по экспоненте развивается, и капитализация формируется еще более мощная. Соответственно, несложно догадаться, что будущее мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная и даже социальная сеть Transnet, которая будет основана на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого, и которая, по нашему мнению, именно приверженцев школы Skyway школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, высшей научно-технической школы, соответственно, это также будет формировать достаточно мощную капитализацию, в начале это будут миллиарды долларов, далее это будут триллионы долларов, и весь экономический эффект, весь экологический эффект, который был подсчитан Анатолием Эдуардовичем Юницким, это я не буду пугать цифрами тысячи триллионов, но сотни триллионов, как минимум, потому что многих эти цифры пугают, но если вы все это сложите в одну корзину, так скажем, все преимущества, все перспективы, которые для целом планеты Земля несет технология Skyway, то получите достаточно серьезный экономический совокупный потенциальный эффект. И, дамы и господа, что касается потенциального эффекта, я рассказал, но то, что касается реального эффекта, это уже слышат и услышали достаточно серьезные венчурные фонды, европейские венчурные фонды, которые в данный момент занимаются упаковкой непосредственно их интересующих проектов, то есть это месторождения, освоение полезных ископаемых и, соответственно, труднодоступные территории станут действительно доступными, несмотря на то, что все лежит, казалось бы, на поверхности Земли и может добываться открытым способом, но на сегодняшний день транспортная доступность к многим мощным месторождениям, которые представляют действительно колоссальную ценность для финансовых фондов, для европейских фондов, естественно, для лицензиатов этих месторождений. Мы можем привести пример Тамторское месторождение редкоземельных металлов, Попегайское месторождение импактных алмазов и так далее. Если говорить про зарубеж, то это Боливия, месторождение железной руды с процентом содержания более 60%, это Монголия, Монголия, это многие-многие страны и также помимо грузового транспорта есть концепция перемещения пассажиров на высоких скоростях 500-600 км в час и если сейчас мы действительно вынуждены с вами простаивать в пробках транспортных, в многочисленных пересадках, если вы летите на самолете с одной точки в другую и если в другую страну, то это 100% часы пересадки, если не сутки пересадок. И чего не скажешь о транспортно-логистических центрах, станциях Skyway, то там пассажиропоток будет рассасываться фактически моментально и минимальный пассажиропоток, который может охватить, допустим, транспортно-логистический узел, который сейчас строится в Минске, в Минской области, Марина Горка и соответственно это может выдержать нагрузку дубайского аэропорта. Очень существенная нагрузка в плане притока пассажиров и в плане их смены фактически каждые 10 минут, и если вы в курсе, то вообще вот в современных аэропортах минимальная задержка взлета и посадки самолетов, и если не дай бог какой-то сдвиг, то кому-то просто не хватит места в расписании для совершения взлета или посадки. Соответственно возникает откладывание рейса, что мы очень часто наблюдаем. Ну и вот это вот, дамы и господа, характеризует необходимость и гиперценность, рыночную гиперценность для каждого жителя планеты Земля во внедрении транспорта нового поколения, транспорта второго уровня. И как раз таки Skyway, недостающая звено в будущей мировой логистике транспортной и не только логистике, это то, чего ожидает сегодня как обычный человек, который желает перемещаться дешево, быстро, комфортно и безопасно, так и крупнейшие корпорации, крупнейшие финансовые фонды, которые приносят огромный вклад в развитие мировой экономики и формирование индустриализации целых стран. Но все началось, дамы и господа, еще с конца 70-х годов. В конце 70-х годов Анатолий Эдуардович Юницкий представил, каким образом вывести вредное производство за пределы планеты Земля, представил концепцию, каким образом вывести промышленность в открытый космос. И концепция представлена на самом деле в фильме, который находится в общем доступе, это фильм «В небо на колесе». Чуть попозже я обязательно сброшу ссылочку на этот фильм. Обязательно посмотрите, потому что я через несколько месяцев участия в проекте посмотрел этот фильм, я был очень серьезно и положительно, естественно, шокирован. Я еще больше представил потенциал развития струнных технологий и об этом потенциале как раз таки мы будем говорить Сергея Анатольевича на расширенном технико-экономическом вебинаре. Естественно, в 70-х годах ни о каком выводе промышленности в открытый космос, когда вовсю, еще только недавно взлетели первые ракеты и, соответственно, можно было сказать, что мир на тот момент не был готов. И Анатолий Эдуардович Юницкий, будучи абсолютно разумным и логически мыслящим человеком, предположил, что стоит вывести именно вектор мысли и развития на несколько другую нишу, которая на самом деле также будет складывать будущее развитие ОСТУ, орбитальной струнной транспортной системы Юницкого. Это струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. Таким образом появились первые чертежи, первые концепты. Струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого это первое поколение. И множество, так скажем, событий было положительных испытано проектом, глобальным проектом Skyway. Это получение различных грантов ООН по развитию городской инфраструктуры. ХабитАп, достаточно серьезные суммы были получены на развитие проекта и также было одобрено различными фондами, то есть фонд развития кинематографа СССР, фонд развития космонавтики СССР и многое-многое другое. Но таким вот преломляющим действительно фактором в развитии проекта Skyway могу назвать испытания в 2000-х годах, то есть в 2001 году был построен полигон в городе Озера Московской области, который был профинансирован бывшим губернатором Красноярского края Лебедем Александром Ивановичем. Этот человек оказал посильный и огромнейший вклад в развитие проекта Skyway. Тогда был в 2001 году заложен нулевой километр и соответственно ЗИЛ по легкой ажурной конструкции, казалось бы, которая должна была рассыпаться как карточный домик, но взобрался и все выдержало. Юницкому действительно аплодировали стоя, но на тот момент, дамы и господа, время также не пришло, потому что не не та была еще ситуация по стоимости нефти и не та была ситуация в мировой экономике, не те политические события складывались, достаточно непростые. Россия на тот момент находилась на нефтяной игле, да и сейчас находится в ресурсоориентированной у нас экономике, это стоит признать. И соответственно в 2009 году после Госсовета России по инновациям при представлении президенту на тот момент Дмитрию Анатольевичу Медведеву, испытательный стенд в озерах был уничтожен и увезен в неизвестном направлении абсолютно неустановленными лицами. По каким причинам остается только догадываться. Но опять же история показывает, что все было сделано не зря, все, что нас не убивает, делает нас сильнее и по этой логике также пошел Анатолий Эдуардович Юницкий. Несмотря на то, что фактически под корень был разрушен полигон в озерах и мы называем действительно полигоном, потому что настоящее боевое действие он пережил и сейчас вот в качестве ветерана, в качестве останков можно посмотреть и можно увидеть, что там действительно была целая подвижная лаборатория, испытана и опоры также стояли. Все это можно лицезреть при необходимости, если вы посетите данное место. Но это уже вошло в историю, как именно ветеран такого развития проекта SkyWay. В 2013 году Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял достаточно серьезный и весомый шаг, то есть это начало развития народного финансирования. И если бы не этот шаг, то, дамы и господа, я бы здесь не вещал. Непонятно вообще в какую логику развития сейчас вылился бы проект SkyWay и непонятно развивался бы он, но данное рисковое решение и шаг благодаря видению и предвидению и огромному визионерству, я бы сказал, будущих ситуаций Анатолию Эдуардович Юницким был предпринят и это было сделано очень и очень верно. Нам и господа, это позволило достичь те результаты, которые на сегодняшний день мы имеем. А это сформировано научно-производственно-конструкторское предприятие, работает фактически уже 200 специалистов, это различные инженеры, технологи, различные категории, совершенно разных категорий конструктора и, дамы и господа, это как раз таки все было достигнуто посредством помощи народного финансирования, посредством помощи каждого из нас с вами, кто инвестирует в проект, многие инвестируют ежемесячно и, соответственно, вот можете видеть замечательный слайд, это с октябрьской общей конференции Skyway, которая была проведена в Москве и, опять же, в октябре очень примечательно, у нас будут проведены испытания уже технологии, это испытания четвертого поколения технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, соответственно, поедут первые подвижные составы, поедет Юнибус, городской пассажирский транспорт, Юнибайк, легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт, наша тропинка дверям чиновников, наша тропинка к установлению взаимодействия после получения даже миллиардных контрактов в прошлом, мы также сейчас нарабатываем базу по адресным проектам потенциальным, естественно, не могу не отметить достаточно серьезные адресные проекты в Австралии по освоению месторождений и, естественно, высокоскоростной транспорт, который позволит перемещаться на огромных скоростях для современного транспорта, я не беру в расчет авиацию, и авиацию тут невозможно и нельзя сравнивать некорректно, потому что это действительно птеродактиль цивилизации, как выражается Сергей Анатольевич Сибиряков, и это огромный урон экологии. Да, сейчас планируют изобрести самолет электрический, но, соответственно, по нашему мнению скорости будут значительно снижены перемещение возможного самолета, и, соответственно, мы действительно движемся в правильном направлении. 500-600 км в час это то, что абсолютно реально доступно, и это необходимая скорость перемещения, мгновенного комфортного перемещения с одного города в другой, с одной страны в другую, не отрываясь от повседневных задач, не отрываясь от повседневной жизни, потому что в струнную путевую структуру также будут вшиты оптоволоконные сети, силовые кабели, также будут предусмотрены более 10 различных мобильных радиочастотных сигналов, то есть не будет такого, что абонент будет не в зоне доступа, перемещаясь в сети Транснет, абонент всегда будет в зоне доступа, и, соответственно, вы сможете действительно жить повседневной жизнью, чего не скажешь о перемещении в самолете, в поезде и так далее, когда мы не можем выйти даже в сеть интернет и решить наши повседневные задачи, а сейчас, напоминая, помимо смартфонов, мы с сетью интернет связаны, так скажем, по рукам и ногам, в хорошем, естественно, смысле этого слова. И легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт составит логику также городов нового типа, это линейные города, и я рекомендую всем посмотреть очень серьезную аналитику и визуализацию представления линейных городов будущего, это концепция, которая была представлена Анатолием Эдуардовичем Юницким, сейчас я на этом не буду останавливаться, и, собственно, это действительно города будущего. Основой будет струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого, основой будет высокоскоростное перемещение и, естественно, перемещение с дома до дома, со станции до станции, соответственно, на том числе юнибайках, то есть это легкий прогулочный транспортный модуль, это ваше уникальное, так скажем, средство передвижения, ваше личное может быть, и масса не такая большая, абсолютно эффективный способ движителя, то есть это мотор-колесо, который запитывается с помощью аккумуляторов, вы можете с помощью велотяги, соответственно, испытывать фитнес, также нагрузку и вырабатывать энергию для запитывания аккумуляторов, формировать ежедневную необходимую кардионагрузку, то есть это действительно, можно сказать, велосипед 21 века и транспортный модуль персональный транспортный модуль, но также может быть доступна версия 2-3 человека и далее 4-5 это уже юнибусы, это действительно транспортное средство ближайшего будущего, которое несет в себе огромные преимущества, это в первую очередь всех заинтересует дешевое перемещение, то есть 2-3 раза дешевле, было проведено сравнение при реализации одного из адресных проектов, при инициации одного из адресных проектов по Российской Федерации, в одном из мегаполисов, достаточно крупных, было произведено сравнение с электрическим трамваем, при себестоимости 10 рублей современного электрического трамвая, себестоимость перевозки Skyway это 2-3 рубля и, соответственно, это будет окупаемый транспорт, не будет такой ситуации, что гор электротранспорт, как во многих городах Российской Федерации будет находиться в предбанкротном или банкротном состоянии, соответственно, транспортная индустрия может действительно зарабатывать и люди будут перемещаться дешево и счастливо в безопасности, в комфорте и на долговечной действительно путевой структуре, потому что можно сравнить аналогично бантовым мостам и различным мостовым конструкциям, эстакадам, которые выдерживают срок в целый век. И что говорить об экологичности, о беспрепятственности перемещения, миграции населения, животных, почему я говорю про население. Взять, к примеру, Якутию, взять, к примеру, Амазонку. Очень много коренных населений, которые также там проживают и освоение, допустим, вырубка ливневых лесов и так далее мешает вообще жизни этих людей и, собственно, подрывает целые, не нации, но общности людей, что достаточно пагубно влияет на их будущее развитие, вымирание целых национальностей, поднациональностей людей. То есть это может сказать о Якутах, допустим, если там строить железную дорогу, если строить там Сапсан, то есть поезд на магнитные подушки и так далее. И транспорт второго уровня как раз таки решает эти задачи. Абсолютно инновационное перемещение с очень серьезной высокой аэродинамикой. Дамы и господа, этот показатель должен знать, действительно должен знать, как очень наш каждый человек, который участвует в проекте SkyWay. Я не буду вас загружать большим количеством технических характеристик, нет надобности знать все, кто только входит и только присоединяется к проекту SkyWay, но я могу сказать, что при вынесении транспорта на высоту от 5 до 10-15 и выше метров над землей аэродинамические показатели и свойства подвижного состава увеличиваются сразу в два раза. Что говорить о форме, которая близка к идеальной форме капли и максимально достижимый коэффициент аэродинамического сопротивления у капли, у подвижного состава в форме капли, соответственно это 0,04. Сейчас недавно были проведены испытания в продувочном центре в одной из лабораторий Санкт-Петербурга и там не хватает оборудования, мощностей, чтобы установить наиболее точно коэффициент динамического сопротивления. В крайний раз это было установлено, что 0,075. Сейчас, я думаю, может позиционировать 0,065, даже 0,06. Естественно, испытания покажут уже более точные результаты. И я могу сказать, что это значительно в разы более перспективно, чем замечательный спортивный автомобиль, спорткар, Бугатти Верон, 0,35, его коэффициент аэродинамического сопротивления. И если говорить про самолеты, спортивные, военные, истребители, то также коэффициент аэродинамического сопротивления у высокоскоростного подвижного состава Skyway будет значительно лучше. Соответственно, это неизбежно за собой несет эффект значительной экономии топлива при эксплуатации, минимальных затрат энергии, как и аккумуляторов, так и так далее. И чего не скажешь о современных поездах, о современных транспортных подвижных составах типа ТЖВ, Трена Грана Витес, то есть поезд на высокой скорости, французское транспортное средство, которое повсеместно используется во Франции, многие транспортные средства японского, тайваньского и так далее, корейского производства. Это те транспортные средства, которые несут на себе в первую очередь десятки тонн металла, то есть это неэффективный способ передвижения и огромные затраты топлива, соответственно, осуществляются именно на перевоз вот этой огромной груды металла. Что говорить про строительство подобных эстакад и так далее, даже если это второй уровень, одна колонна, одна опора японского подобного транспорта, именно перемещающегося по железной дороге на втором уровне, соответственно, это десятки тысяч тонн. И чтобы смонтировать данную колонну, необходимо ее сначала разрубить, то есть разделить на части, потом сварить и о какой сейсмоустойчивости в действительно сейсмоопасном регионе Японии может идти речь. Это неэффективно. Но на самом деле сегодня что есть, то и используем. И это несет также огромную ценность для внедрения технологии SkyWay, что действительно ожидает весь мир. Вы спросите меня, почему струна? Почему называется струнная технология? Это один из первых вопросов, который задает новичок. И это абсолютно логичный, правильный вопрос. Струна, потому что предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерных опор, неразрезная, неразрывная, статически неопределимая конструкция. То есть можно сравнить со жгутом, можно сравнить со струной. Вот, пожалуйста, у меня наушники, я натяну наушники. И я могу даже положить сюда некую конструкцию, если у меня будут два параллельно натянутых наушника, допустим, я могу положить даже мобильный телефон, и он не упадет. Если я ослаблю конструкцию, то все рухнет. И, соответственно, ни о какой устойчивости не может идти и речи. Что касается струнной технологии, то выдерживает возможную нагрузку в десятки и даже более тонн. И, соответственно, даже если будет взрыв, то пострадает максимум несколько опор, пострадает максимум один подвижной состав, если он попадет именно под эффект взрыва. И струнная путевая структура просто чуть-чуть проляжет, провиснет. И никакой остановки движения транспортных средств, никаких пробках, так скажем, и задержек рейсов струнной транспортной системы не будет. И об этом можно говорить и по голливудским фильмам. Анатолий Эдуардович Веницкий любит приводить такие сравнения, что немножко отвлечемся. В голливудских фильмах показывают, что можно из пистолета выстрелить и прорубить струну. Но это фактически нереально, это фактически невозможно. Теперь представьте, что сотни проволок растянуты, закреплены. Далее они элементом крепления упорядочиваются, чтобы не болтались там и так далее. Далее идет омоноличивание специальным наполнителем, специальным бетоном. Недавно, кстати, были проведены испытания. Дамы и господа, пожалуйста, сбросьте видео по поводу, именно вот, по особенности проведения испытаний, действительно, был создан особый бетон, особой текучести, особых свойств, абсолютно легкие, пластичные и так далее. Но самое главное, которое можно прокачивать на, действительно, километры, на тысячи метров, это не было необходимости применять ранее. И как раз-таки научно-производственное конструкторское предприятие Анатолия Эдуардовича Юницкого создало такую технологию инновационного бетона. То есть даже бетон инновационный, и, дамы и господа, все это не имело бы никакого значения. И таким образом, кстати, мы развивались в начале 2014 году, не было выделено ни земли, не было сформировано ни научно-производственное конструкторское предприятие. Можно сказать и можно вас поздравить, дамы и господа новички, что вы пришли фактически на шоколадные условия. И действительно, тут решение принимать наиболее просто, так скажем, то есть либо да, либо нет. Либо вам интересен этот проект, либо нет. Потому что сегодня уже идет строительство, возводится транспортно-логистический узел, который является станцией, с зелеными насаждениями, кстати, это будет. И вот эта вот технология использования зеленых крыш получила грант про ООН чуть больше полугода назад. Естественно, все средства освоенные под этот грант пошли далее на строительство и продолжение развития проекта SkyWay. И, дамы и господа, это то, чего действительно не видели те люди, которые присоединялись к проекту еще в 2014 году, еще в 2013 году. И, соответственно, сейчас, да, вот оно происходит, фактически каждый день ведется строительство. Установлено более 18, если быть точно, 19 промежуточных опор. 19 исполнено в качестве стального образца. И, дамы и господа, это сделано не просто так, это сделано как раз-таки намеренно с тем расчетом, что свойства рельефа поверхности местности могут быть совершенно различными. Это могут быть суровые условия, суровая русской зимы, то есть условия вечной мерзлоты, либо вообще, допустим, условия пустыни, болота и так далее. То есть транспортная система Анатолия Эдуардовича Юницкого возможна к строительству и применению абсолютно в любых условиях и на любом типе рельефа местности. И, дамы и господа, вот действительно многие иностранцы сейчас присоединяются к менталитету иностранцев в плане принятия инноваций значительно проще. Многие, когда только видят уже этот этап строительства, и у нас огромная делегация с Венгрией, Словакией, с Эстонией, с Норвегией, я надеюсь, и с других далеких стран от Республики Беларусь, приедут 23-24 апреля. У нас состоится, соответственно, большой эко-фестиваль, большой праздник проекта Skyway, на котором воочию люди могут увидеть, лицезреть сами, увидеть своими глазами, услышать вот эти строительные работы своими ушами. И тогда уже совершенно другая картинка складывается ближайшего будущего проекта. Это то, что, дамы и господа, многие лидеры, которые и просто люди, которые изъявили желание прибыть и посмотреть, каким образом происходит строительство, это позволяет ускорять развитие проекта фактически каждый день посредством народного финансирования. И, собственно, вот если сравнить с зимой, и то, что сейчас уже весной, это не то, что небо и земля, но огромная работа была проделана. И вы это, я думаю, прекрасно видите и понимаете. И подытожу, уже подводя к выступлению Сергея Анатольевича Сибирякова, могу сказать, что в свете глобальных экономических коллапсов, и я сброшу вам ссылку чуть попозже по поводу того, что сейчас в мировой экономике наблюдается рецессия, и фактически мы приближаемся к эффекту застоя, как раз таки в этой серьезной и плачевной, я бы сказал, экономической ситуации, которая коснется не только России и не только Венесуэлы, как сырьевых, так скажем, колоний. И мы сами себя загнали в этот угол, мы сами вознесли на пьедестал нефть, газ и так далее, и не диверсифицировали вовремя экономику. Но отличный способ был представлен для Российской Федерации, и мы получили действительно очень серьезное заключение. Технология признана 11 февраля экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации, и есть соответствующий протокол. Сейчас мы ожидаем еще более серьезный протокол, еще с более высших инстанций. И, соответственно, также это было признано ведущей консалтинговой компанией, специализирующейся на инфраструктурных проектах в плане транспорта, в плане девелоперских проектов на территории Австралии и других стран. Компания MBM как раз таки австралийская достаточно мощная организация, которая подтвердила, что да, действительно технология Skyway это одно из самых перспективных транспортных средств на сегодняшний день, и оно применимо к внедрению и рекомендуется к внедрению в Австралии. Соответственно, после этого началась серьезная проработка по адресным проектам нашим партнером Родом Хуком, который присоединился зимой прошлого года и, соответственно, входил в проект, размышлял более полугода. Примерно такой срок вхождения проекта был у наших потенциальных крупнейших инвесторов, которые сейчас не то что активно наблюдают, они занимаются уже упаковкой управляющих компаний по иностранным адресным проектам. И как раз таки они теоретически возможно потенциально в ближайшей перспективе, мы искренне на это надеемся, могут и закрыть возможность входа и финансирования в корневую технологию. Дамы и господа, это может произойти не то что в любой момент, но до конца 2016 года теоретически это может произойти. И многие спрашивают, зачем мы будем заниматься потом. Потом как раз таки начнется эра построения сети Transnet. Вначале это будет первый миллион километров дорог. И мы позиционируем, что в сотне миллионов километров дорог сеть Transnet сможет воплотить намного быстрее, чем это сделал интернет. То есть я имею ввиду сотни миллионов, насчет миллионов километров я не могу смело предположить, но насчет десятков миллионов километров абсолютно легко. Прокладка оптоволоконных сетей, что зарыто под землей и прокладка кабелей, соответственно установки различных станций для обеспечения бесперебойной работы мобильных, сотовых сетей и так далее. То есть дамы и господа, это все порождение пятого технологического уклада. И Сергей Анатольевич уже более подробно вам расскажет о технологиях, которые сопровождались в том или но технологическом укладе. Уже с высоты полета действительно эксперта, который более пятнадцати лет развивает проект SkyWay и более того приглашался в Центр стратегических инициатив при США. И напомню, что из Центра стратегических агентств стратегических инициатив Dark был создан интернет всего лишь с двух тысяч людей. Он начал развиваться. Но наш проект начал развиваться посредством народного финансирования всего лишь с нескольких тульских ребят и достиг сейчас достаточно интересной цифры. Мы приближаемся к трем сотням тысячам людей, которые в курсе проекте, регулярно инвестируют и желают, чтобы проект воплотился в ближайшем будущем и так тому и бы, дамы и господа. Это действительно замечательная причина бежать и рассказывать о проекте SkyWay, возможности его развития, возможности получения в ближайшем будущем достаточно серьезных дивидендов. Вначале это будет, возможно, кому-то покажется на пакеты в несколько сотен тысяч акций не серьезные суммы, но через 2-3-4-5 лет, я думаю, что это приблизится к тем суммам, которые показали уже неоднократно корпорации Apple, Google, Alibaba и многие другие те инновационные проекты, которые сейчас развиваются, это, дамы и господа, мы проходили и мы повторим это намного быстрее и многократно. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья, всех ждем на расширенном технико-экономическом вебинаре, которых людей, которых это действительно зацепило и заинтересовало, потому что строй SkyWay. Алексей Спасибо, Алексей. Так, друзья, как видно, как слышно. Так, обратно, отлично. Вот, но Алексей довольно-таки подробно и находчиво, то есть мы отрабатываем уже эту схему доведения информации для новичков, для тех, кто слушает, как надо доводить эту информацию, то есть мы устраиваем эту систему, поэтому цель наших вебинаров вот этих перед основной, основным технико-экономическим вебинаром, которому мы уже вот больше года с Алексеем уже, ну, введем в одно и то же время по средам в 13 и в 20 часов, 13 для Сибири и Дальнего Востока, для европейской части в 20 часов. Вот, мы ввели вот эту форму в 19 часов, то есть начать раньше и в 12 часов днем для Сибири и Дальнего Востока с тем, чтобы именно отрабатывать форму и показывать, как новичков, кого приглашаем, чтобы они входили в суть вопроса, понимали общее представление проекта. Мы с Алексеем попытаемся отработать такую форму легкого, но довольно-таки конкретного доведения технической информации, чтобы люди в техническую часть проекта, насколько это для принятия решений необходимо, тоже делают. Вот, но основная задача это пробудить у людей интерес для того, чтобы все, кто вошел первый раз, обычно это 10-15-20 процентов людей, кто находится на вебинаре, там это те, кто зашли первый раз по тем или иным причинам, либо кто-то пригласил из знакомых, либо получили рассылку, либо получили информацию из каких-то источников и заинтересовались, смотрят, получают информацию. У нас обычно потом с коэффициентом 1-12-1-15 идет просмотр вебинара в записи, то есть это говорит о том, что также люди интересуются, смотрят. И, естественно, как результат это мы отслеживаем, смотрим потом статистику по количеству людей, которые после этого приняли для себя решение подключиться к проектам, стать инвесторами, стать акционерами. Для нас это, естественно, сегодня крайне важный, крайне необходимый результат, который мы сегодня ставим. И я могу сказать, что стягаем, потому что в этом месяце, вот за результатом марта, мы существенно увеличили количество приток новых участников проекта и, соответственно, благодаря этому проект более активно развивается. Потому что на сегодняшний момент, опять же, как Алексей уже упоминал, что идет работа непосредственно уже с крупными заказчиками, с крупными инвесторами, для которых становится уже более понятным и очевидным наличие проекта. Сейчас самое главное, чтобы вы понимали, это я для всех говорю сейчас, и для новичков, и для тех, кто уже в проекте, что, друзья, мы сделали фактически невозможное то, что не удавалось еще в развитие проекта, не разу это перевести из категории «это не может быть» в категорию «а если это правда». И, соответственно, на сегодняшний момент даже вот тот ЗИЛ, который я очень люблю, потому что я там участвовал практически в каждой венчивании гайки, залитии бетона и натягивании струн, потому что я жил практически на этом полигоне вместе с именно струнной эстакады, которая выдерживает одним метром меньше 100 килограмм питьевой структуры нагрузку в 16 тонн лаборатории, в которой был тогда ЗИЛ-131. Соответственно, мы ожидали, что заказы и интерес к этому проекту будет колоссальный, и очередь будет стоять от озеров и до Кремля. Но, как показала практика, ни ажиотажа, ни таких заказов, ни, соответственно, интереса к технологии после этого не последовало. Тоже, как Алексей упомянул, в 2009 году после демонстрации руководству страны в лице президента Медведева полигон был уничтожен. Соответственно, это говорит о том, что есть очень много других скрытых факторов по развитию технологии. Вот. И на сегодняшний момент мы подошли, благодаря работе краудинвестинговой системы, которая была запущена в конце 2013-го, начале 2014-го года. Соответственно, благодаря тому, что пришли уже сотни и сотни, мы уже уверенно перешагнули за 300 тысяч участников проекта. Соответственно, сегодня та доказательная база, та инженерная база, та научная документация и эксперименты, которые сегодня проведены, сделаны, они являются основой для того, чтобы уже обсуждать с крупными заказчиками, с крупными инвестиционными, бенчурными фондами, просто крупными инвесторами, которые готовы и рассматривают возможность входить в этот проект. Естественно, что их всегда останавливает желание не рисковать и страх быть первым, то есть есть такая классическая формула для такого рода всех деятелей и инвесторов, что никто не хочет быть первым, но, соответственно, никто не хочет быть вторым, потому что второй – это обычно уже тот, кто запрыгивает в уходящий поезд. Поэтому мы сегодня вплотную подошли к этому периоду, сегодня идут десятки и десятки переговоров и компаний, которые рассматривают возможности инвестиций, крупных инвестиций, заказов. Но, тем не менее, друзья, мы с вами благодаря краудинвестингу движемся, мы благодаря краудинвестингу, то есть народному финансированию инвестпроводящей системы, мы сегодня независимы и мы, соответственно, позволяем сегодня большому количеству людей формировать тот венчурный пакет, который сегодня определяется в виде компании дискаунтов, которые на сегодняшний момент довольно-таки высокие, они были, конечно, год-два года назад еще выше, то есть были дискаунты и дискаунты и 1 к 2,5 тысячам, к 2 тысячам, к 1,5 тысячам, кто приходил год назад. Естественно, что сегодня с строительством и с тем, что идет развитие проекта, снижается рисковость, хотя проект все равно остается венчурным, и в наше время, в нашей стране за этот год мы уже, друзья, ну не за этот год, а вот за несколько последних лет мы столкнулись с поддержкой президента России Медведева, и после этого произошли определенные события, в том числе и уничтожение полигона. Мы работали в Евросоюзе, в Литве, где тоже при поддержке мэра Шауля, Сейма, потом также при вмешательстве президента страны и премьер-министра Литвы была закрыта компания, были уничтожены все наработки, которые были в Евросоюзе, и пришлось переехать при этом и все фактически с нуля начать в Белоруссии. Вот поэтому, друзья, мы живем в очень непростое и неопределенное время, поэтому пенчурность и сложность проекта от этого никто не отменял. Мы отвечаем со своей стороны, то есть команда инженера Юницкого, команда конструкторов, которых он собрал и работают. Мы единственное, в чем уверены 100%, это в технической реализации и выполнении тех обязательств, которые на себя берет именно техническая команда. Вот здесь, друзья, можно не сомневаться, это все реализуемо, сделано, испытано, просчитано, и сегодня это просто воплощается уже в конкретных чертежах, конструкциях и изделиях. А вот вся внешняя ситуация, которая идет, связана с экономической ситуацией в России, в СНГ, в мире, в Европе, это, друзья, конечно, каждый раз нам подкидывают определенные сюрпризы и все дальше показывает практика и анализ, что проще нам не будет, ситуация будет постоянно меняться и постоянно нам подкидывать определенные очень приятные и неприятные вещи. Но, тем не менее, друзья, мы, несмотря на это, движемся в развитии, то есть переживали, и, как сказал Алексей, все, что нас не уничтожает, делает нас сильнее. А я могу сказать, что команда, которая собралась сегодня вокруг инженера Юницкого и та инженерная школа, которая создана именно благодаря технологическим и экономическим уже анализу, которая вытекает из технологических возможностей, сегодня настолько серьезная, что мы не то, что реально конкурируем, а мы реально сегодня уже заявляем о том, что с точки зрения технологических решений мы даем такую концепцию и такие технологические уже решения с точки зрения запуска конкретных проектов, которые не может дать ни одна технология в мире. Мы являемся сегодня не просто конкурентно способным, а наиболее перспективным технологическим направлениям, и под это подводится вся как раз концепция технологических укладов, подводится вся 40-летняя работа команды инженера Юницкого, именно те разработки, которые сегодня внедряются. И как раз все это позволяет утверждать, что мы стоим на этапе новой эры, на этапе нового развития и новых компаний, которые сегодня будут капитализироваться благодаря многолетним технологическим разработкам. Если говорить о терминологии Сергея Юрьевича Глазева, то технология сейчас из эмбрионного состояния, когда она развивалась внутри, в скрытом состоянии для большого количества глаз и зрителей, сегодня она выходит, становится явным и завоевывает свое место в мировой экономике. Соответственно, мы сегодня показываем, что капитализация, вот на дневном вебинаре Алексей показывал цифру тысячи триллионов, которые на ближайшие 10-15 лет, это ниша под именно транснет, и тоже задавались вопросы, это не может быть, это большая цифра, но здесь, друзья, это все идет из экономического анализа, из сопоставлений тех возможностей и тех тенденций, трендов, которые сегодня и складывались, особенно за последние 10, 15, 50 и 100 лет, и исходя из этого анализа, сегодня можно четко говорить, что та технология, которая будет являться ядром технологического уклада шестого, а сам шестой технологический уклад увеличит мировой ВВП за ближайшие 10 лет как минимум в 10-15 раз, соответственно, ядром этого уклада будет технология SkyWay, струнная технология инженера Юницкого, и мы как раз с вами участвуем в создании этого проекта, что отчасти является несколько шокирующим для тех, кто входит в новичков и с тем, что те, кто анализирует, потому что никогда еще такого уровня проект не делался без поддержки государственных органов, без поддержки крупного капитала, без поддержки олигархов, вот, а сегодня, друзья, это веление нового времени, это показатель того, что сегодня создал интернет, как мы его называем младший брат, что сообщество людей, сотни тысяч людей, это и есть тот коллективный олигарх, это и есть то коллективное правительство, это и есть та сила, которая может запускать такого рода проекты. И мы, друзья, естественно, являясь пионерами в этом направлении, мы движемся, мы развиваемся, и тот, кто следит за проектом, а те, кто подключились, вы увидите, что никаких пустых слов у нас нет, мы декларировали два года назад, год назад, полгода назад определенные вещи, мы брали на себя ответственность говорить о том, что мы это сделаем, сегодня мы в прошествии более двух лет можем говорить, мы это сделали, поэтому никаких нет сомнений, что по поводу тех целей и задач, которые мы ставим на ближайшие три месяца, полгода, год, они будут реализованы, потому что это уже, друзья, тенденция, это тренд, это особенность той команды, которая сегодня реализует этот проект. Поэтому, друзья, для тех, кто получил исчерпывающую информацию и не будет участвовать в дальнейшем в работе вебинара и проекта Skyway, я прощаюсь с вами, но для тех, друзья, кто традиционно с нами, у нас всегда небольшой перерыв, 5-8 минут, за которым мы показываем последние новости и репортажи, которые вам необходимо знать, и дальше мы продолжим уже работу. Естественно, сегодня одна из моих любимейших тем, вы уж извините, сразу анонсирую, что у нас сегодня будет глубокий именно технологический вебинар, здесь не будет никакой экономики, а чистая технология, потому что сегодня мы будем говорить о космической отрасли, потому что вчера был день космонавтики, мы будем говорить о перспективах освоения космического пространства и какое место и какую роль в этом сыграет Skyway, в какое место и роль в этом занимает именно инженер Юницкий. Об этом, друзья, мы в следующем вебинаре, а я сейчас не прощаюсь, а мы с вами делаем небольшой перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем знакомить вас с ключевыми сотрудниками нашей организации, которые помогают Анатолию Дардовичу Юницкому внедрять в жизнь его разработки. Разрешите вам представить нашего сегодняшнего собеседника Александр Михайлович Трусь, руководитель бюро автоматизированных систем в составе управления систем управления и безопасности. Добрый день. Добрый день. Александр Михайлович, то, чем вы занимаетесь, очень важно для проекта. Расскажите в двух словах о себе, о своем образовании и чем вы занимались, какой у вас опыт работы до того, как вы пришли в проект Skyway. Я закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Я являюсь инженером электронной техники. До того момента, как я начал работать в нашей организации Skyway, я работал в сфере промышленной автоматизации. За то время, которое я работал, было сделано достаточно большое количество различных решений. И применение этих решений нашло место на многих предприятиях в Белоруссии и в том числе в России. Дело в том, что от идеи до реализации нужно пройти достаточно сложный путь и для того, чтобы идея, хорошая идея, чтобы она обрела свою реализацию, для этого тоже необходимо затратить определенные усилия и необходим опыт для того, чтобы она действительно начала работать и выполнять те функции, которые на нее возложил разработчик. Вы действительно ценный человек, потому что, в принципе, теоретически разрабатывать это одно, а уметь внедрять теоретические разработки в жизнь, давать им путевку в жизнь, как раньше принято было говорить, это тоже очень ценное и редкое качество. Будьте добры, расскажите, как вы впервые познакомились с идеями Юницкого, с небесными дорогами? На самом деле, я давно уже знаю о идеях Анатолия Эдуардовича. Я выращен на тех журналах нашего времени, советских, как «Юный техник», «Техника молодежи». В общем, это я, еще юный натуралист. Я читал уже давно об этом и именно с этим рос, с этими идеями советских ученых и знал о нем уже давно. Анатолий Эдуардович, когда начал деятельность именно SkyWay, меня порекомендовали ему… Когда он уже приехал в Беларусь, наверное. Да, он со мной связался, он рассказал о своих идеях. Мне это весьма заинтересовало, то есть я считаю, что это современно, это интересно и главное, что это реализуемо. Спасибо большое. Теперь, вот вы в SkyWay. Вы возглавляете такое важное подразделение, бюро автоматизированных систем. Расшифруйте, пожалуйста, чем вы занимаетесь, точнее, подразделение, которое вы возглавляете. Какие перед ним стоят задачи? Ну, как вы понимаете из названия бюро, мы занимаемся решениями автоматизации компонентов комплексов, которые разрабатываются в рамках проекта SkyWay. У нас несколько достаточно опытных сотрудников. Им делегированы определенные направления. Ну и в том числе у меня, кроме как функции… Я, кроме как выполняю функции руководителя бюро, также веду два направления. Направление вибродиагностики, а также направление автоматизации демонстрационных моделей. Ну да, безусловно, мы штаты не раздуваем, и работают у нас специалисты-многостаночники, и вы один из них. А вы могли бы рассказать понятным более языком, чем занимается ваше подразделение? Например, как я понимаю, допустим, я со стороны, я впервые услыхал, мне кажется, что вы разрабатываете именно систему, которая будет вместо водителя или вместо вагоновожатого управлять подвижным составом SkyWay, еще что-то подобное. Правильно ли я представляю себе? Абсолютно правильно. То есть автоматизация, она подразумевает замену либо частичную, либо полностью замену действия человека-оператора. То есть не в лучшем случае, а в максимальном, там, где это требуется, мы будем полностью автоматизировать системы, в том числе и подвижные транспортные модули. Насколько я знаю, ваша разработка – это также модуль, который служит составной частью интеллектуального струнного ограждения, который сверху будет передвигаться по струне и предупреждать потенциальных злоумышленников о том, что не стоит этого делать. Да, одно из направлений – это автоматизация передвижного охранного модуля, который будет двигаться по путевой структуре, расположенной в рамках интеллектуальной системы ограждения. Ну, эта система в данный момент уже монтируется в экотехнопарке. Я надеюсь, что вскоре мы все увидим, как выглядят ваши разработки на практике. Безусловно, мы готовимся к этому и идем. Очень интересно прозвучало, по крайней мере, и весьма инновационно на мой слух звучит вибродиагностика. Очень в духе SkyWay. Не могли бы вы рассказать подробнее, что это такое? Я так понял, что это основная сфера деятельности именно вас, как специалиста, а не как руководителя подразделения. Да, изначально вибродиагностика – это диагностика механических объектов, неких устройств посредством снятия вибраций, которые производят эти устройства или издаваемых эти устройствами. В нашем случае вибродиагностика – это первичный метод из-за благовременной оценки работоспособности, оценки развития или начала развития дефектов для того, чтобы заранее определить, что наше устройство, наш прибор будет выходить из строя, грубо говоря. То есть мы можем заблаговременно сказать, что этот узел либо это передвижное транспортное средство не может выходить на линию, не может выполнять свои функции, потому что у него начал образовываться дефект. Я так понимаю, что безопасность, то, в чем SkyWay превосходит все остальные аналоги, существующие или разрабатывающиеся, во многом зависит от вас и во многом благодаря вашим усилиям мы можем обещать нашим потенциальным потребителям, заказчикам во всем мире, что SkyWay действительно безопаснее даже авиации. Безусловно, перед нами стоят высокие задачи. Надо понимать, что обеспечение безопасности механизмов, узлов достигается не только нашими средствами, это прежде всего и решение механики, то есть как мы сделаем подвеску, чтобы даже при наличии каких-то дефектов система оставалась безопасной. Ну и в том числе мы также участвуем, мы осуществляем обеспечение безопасности и этим дополняем и увеличиваем общую безопасность системы. И да, перед нами стоят такие задачи и они будут реализованы. Мы осуществим и реализуем системы по безопасности, превосходящие в настоящее время воздушный транспорт. Скажите, много ли вам приходится самим изобретать? Или уже что-то подобное внедрено или разрабатывается в мире? То есть много ли авторитетов существует в вашей сфере? Изначально надо понимать, что мы не должны изобретать велосипед. Поэтому в начале каждого направления мы начинаем с того, что знакомимся с современными решениями в мире касательно каких-то аналогичных устройств, систем и как эти решения применить. То есть мы на них базируемся. После чего мы стараемся улучшать либо применять дополнительно какие-то меры, уже разработаны непосредственно самими, для того, чтобы сделать эти системы безопасности более функциональными, чтобы повысить их уровень безопасности. Какие основные трудности в вашей работе? И как вы их преодолеваете? То, что мы сейчас разрабатываем, это воплотиться в жизнь через некоторое время. Исходя из этого, можно сказать, что мы можем предположить о том, что будет безопасно. Мы берем вектор нашей разработки.